Бэтбум. Официальный партнер турнира. Парни, все знаете, долго работали. Три раунда по пять минут. Все действия по правилам. Пожали руки. Удачи, огонь, полкан. Ну что ж, финальные инструкции, которые всем давно известны от Ашота Ашугяна. Данные спортсменов еще раз на ваших экранах. И начнется битва, да, не побоюсь этого слова. Ну, Алексей Махно на шесть лет младше соперника. Абсолютно одинаковый рост. 177 сантиметров. Первый раунд. Поехали. Занимает сразу центр клетки Алексей Махно. Начинает поддавливать. Осторожно. И выцеливал. Хорошо. Очень размашечный пошел вперед. Прессинговать сейчас Махно. Зацепил соперника ударом ноги. Но успел подставить Барнабаев как раз щит. И в клинче разворачивает он Алексея, прижимая его спиной к сетке. Пока что не берет захват под одну или две ноги Надиль Барнабаев. Продолжает работать он из клинча. Алексей прихватил правую руку оппонента. И локтем так вот неплохо уже дважды зацепил. Причем хорошо так в тайском стиле. Он блокирует с одной стороны плечо соперника. И с другой стороны у него есть возможность локтем дорабатывать. По корпусу. Да, с левой вновь короткий удар от Адиля. Ну, причем Адиль тоже пытается, возможно, только в тайской манере сбросить вот этот вот локоть. То есть в Муай-Тай, когда есть клинч, но там немножко клинч совсем другой. И немножко совсем, да? Ну, в общем-то, да. Отличается так или иначе. И когда ты подтягиваешь соперника, разворачиваешь его, и у тебя открывается оппонент под удар коленом. Здесь, конечно, ситуация другая. Махно плотно держит руку оппонента. Правую не дает возможности Адилю ее вытаскивать. Адиль, в свою очередь, продолжает набирать баллы, отрабатывая короткими ударами. То в корпус, то переводит на голову. Эти удары не приносят практически Алексею Махно ущерба. Но контроль идет в пользу Адиля Баранбаева. И так же, как определенное количество очков он набирает благодаря этим попаданиям. Покачал головой сейчас Махно. Я не очень понял, то ли он не согласен своими секундантами, то ли недоволен тем, что что-то не получается. Или, может быть, все-то еще. Но, кстати, вот вывернуться и выйти от сетки Алексей пока не особенно старается. Хорошо колено зашло. Это было четко. Опять отжимает голову сейчас своего оппонента Алексей. Половина раунда позади. Об этом также напоминают секунданты Алексею Махно. Ну и вот Адиль теперь, в свою очередь, тоже пытается доработать локтем. Дважды пробил слева. И снова переводит свою активность на корпус. Колено неплохо работает Махно. Да, очередной раз болезненное попадание. И Адиль все-таки решила эту позицию как-то поменять. Сейчас попытка прихватить Алексея Махно за одну или две ноги. Вот Адиль сейчас, мне кажется, ниже пояса пробил удар коленом. Но Махно не стал на этом акцентировать внимание. Да, и хороший совет развернуть. Но не так-то легко это сделать. Вновь захват за правую руку берет Алексей Махно. Продолжает работать, в свою очередь, правым локтем и коленями. Да, и очень силовая борьба, кстати, надо отметить здесь в этом раунде. Потому что давит Бурнабаев, давит всей своей массой. И буквально вколотил он Алексея в сетку, вжал вернее. Да, здесь, получается, с одной стороны Адиль Буранбаев имеет преимущество за счет контроля. Но не менее активным. А возможно, судьи, кстати, посчитают, что гораздо более эффективными были действия Алексея Махно. Несмотря на то, что находится он спиной к сетке. Последняя минута первого раунда. Которое оппоненты почти полностью провели у сетки. Продолжается обмен ударами коленями. Вот Махно, он, кстати, регулярно пробивает и по внутренней поверхности бедра. Также вот сейчас в корпус попал. То есть что в следующем раунде может тоже сказаться. Потому что если ноги отбиты, как известно, ну куда ты будешь стартовать и быстро сокращать дистанцию, если тебе это потребуется. Последние секунды раунда. Но здесь вряд ли уже будут предпринимать какие-то активные действия соперники. Совсем скоро перерыв. Ну да, и особо ничего не поменялось. Ну и причем как Баранбаев поджал Алексея Махно к сетке на старте, так они практически в расстоянии метра только, может быть, перемещались и все. Хороший апперкот от Махно сейчас. И неплохой мидлкик был до этого. Идет вперед Алексей. Мне показалось, что Адиль чуть попытался поднять темп, но Махно принял эти правила игры. Подбирается Алексей на ударную дистанцию, но готов также в любой момент отразиться в проход в ноги со стороны соперника. Локти Леша кричат. Но для того, чтобы нанести удар локтем, нужно сократить дистанцию. Причем желательно еще обманув соперника. Хорошую двойку выбрасывает Махно. И теперь Баранбаев сам пошел вперед. Еще одна двойка и мидлкик в область печени от Махно. Включается Адиль Баранбаев, меняет стойку и вновь клинч. Ну и достаточно быстро Баранбаеву удалось поджать Махно снова к сетке. И здесь вопрос, увидим ли мы продолжение тех действий, которые были в первом раунде, или придумают что-то спортсмены иное. Взял буквально секунду Алексей Махно, борцовский захват за спиной соперника, но не стал тратить силы на эту позицию. Три минуты остается до конца второго раунда. Еще времени предостаточно. Ну и продолжается обмен ударами у нас у сетки. Внимательно наблюдает за развитием событий Ашота Шугян. В этом положении, конечно, Алексею Махно сложно. Вот сейчас, да, столкнул соперника, вышел на дистанцию. И для себя все правильно сделал Махно. Сдвоенный джеб. Ответный удар левой рукой от Адиль Баранбаева. Правый вархенд. Пропустил, кстати, Махно, заулыбался. Сейчас попытался вернуться тем же самым. И хороший лоу-кик, высекающий по внутренней поверхности бедра. Вот Алексея мы увидели, когда к нему Баранбаев рванулся навстречу. Опасный апперкот от Алексея. Еще одна серия ударов. Ух ты, и зацепил сейчас. Адиль был вынужден отступать назад. Ну, активный размен на средней дистанции. Это, в общем, то, что любит и то, что умеет делать Алексей Махно. И в данной ситуации сейчас Адиль Баранбаев поступает абсолютно правильно с тактической точки зрения. Он лишает расстояния, лишает необходимой дистанции. Алексей Махно навязывает. Возможно, незрелищный, но такой упорный поединок у сетки. И здесь хотя бы контроль идет от Адиль Баранбаев. Хотя, с другой стороны, как мы видим, в среде Казахстана он особо в борьбу-то больше и не рвется. То есть, больше, чем в стойке здесь в клинче. Столкнулся сейчас он Махно фронткиком опять к сетке. Ну, и здесь особо ничего не меняется. То есть, один пытается контролировать, второй отбить ноги соперника коленями. Последняя минута второго раунда. Нашата Шугяна требует больше активности от спортсменов. Подрабатывает плечом Баранбаев. Колено по корпусу от Махно. Хороший захват. И попытка бросить, но неудачная. Вообще, надо отметить, конечно, что Адиль очень хорошо контролирует соперника. Здесь именно у сетки. То есть, пускай это не очень зрелищно и выглядит, но зато и достаточно эффективно. Ну, и в том числе из-за такой тактики, которая частенько применялась в 2017 году, были приняты изменения в правилах смешанных единоборствах. Но сначала они, в общем, отразились на Соединенных Штатах. Затем были приняты большинством промоушенов. Это правила, в соответствии с которыми контроль в стойке или партере, контроль без ударов, считается в последнюю очередь. Потому что, ну, вот мне лично вспомнился поединок Тони Джонсона и Александра Волкова в арбилаторе. На счет записал. Да и в те эпизоды, когда спортсмены работали стойки на дистанции, Алексей тоже смотрелся гораздо эффективнее соперника. Раунд под номером 3. Кстати, весьма вероятно, что первый раунд судьи посчитают в пользу Баранбаева за счет контроля. Второй раунд в пользу Махно. И то, что тот раунд, который мы сейчас с вами наблюдаем, имеет все шансы на то, чтобы стать решающим. Ну, вот как раз Махно сейчас в своей стихии, попытался разменяться с Адирем Баранбаевым. Но нет, представитель Казахстана решил так не рисковать. Проход в ноги в исполнении Баранбаева. Получился неудачным. И, в общем, продолжается борьба у сетки. Алексею необходимо выходить из этой позиции. Два удара коленом, подрабатывает плечом. Вот как раз развернулся очень неплохо. И теперь уже сам поджимает соперника Махно спиной к сетке. Но вот видим, как Адирем Баранбаев достаточно легко, кстати, за счет маневрирования эту ситуацию опять обратил себе на пользу. По сути говоря, премонстрировал мастер-класс, как вот надо уходить от того момента, когда тебе соперник пытается зажать у сетки. Вот перемотайте и посмотрите. Левое колено от Махно. Вновь хороший захват от Алексея Махно. Но нет, сразу же разрывает. Не получается выйти. Левый боковой от Адирем Баранбаева. Вот попытка так на коротке коленом нанести удар, причем с разножки. Вот Махно, но нет. Здесь, может быть, кстати, кто-то подумает, а почему бы не оттолкнуться ногой от сетки и не развернуться. Но есть просто риск того, что пока ты будешь отталкиваться, тебя соперник зацепит под опорную ногу и уронит. То есть здесь нужно отвлекать внимание оппонента, отрабатывая локтями, естественно, и потом дальше уже вот так вот отталкиваясь от сетки, разворачиваясь. В общем-то, рисков достаточно много, так или иначе. Поэтому чаще спортсмены этот элемент не используют. Был шанс у Алексея Махно выйти на дистанцию, но не получилось. Алексей, судя по всему, устал. Но у Адири Баранбаева не получаются переводы. Было несколько попыток взять захват под одну ногу и затем осуществить тейкдаун. Хорошая подсечка от Махно, но выйти от сетки не получается. Да, и требует как раз рефери больше активности. Разменялись апперкотами по корпусу и возвращаются в центр, в стойку. Да, иссякло терпение Ашата Акшугена за две минуты до окончания боя. Вот сейчас есть время у Алексея для того, чтобы максимальный ущерб сопернику нанести в стойке и нивелировать то преимущество, которое, возможно, имеет в судейских записках Адир Баранбаев из-за контроля. Сейчас, перекрывшись, плотным блоком отступал назад Махно, но и отступал по прямой и снова оказался у сетки. Да, вот как раз кричат, да, покажи активность. Я так понимаю, это рекомендации Алексея. Вот Алексей здорово, вот такая-таки получилось у него сделать то, что нужно было делать регулярно на протяжении этого раунда. Но, правда, надолго закрепиться не удалось. Прям тянет вниз Адир Баранбаев соперника. И... Нет, посадка не получилась. Продолжает он удерживать ногу Алексея Махно. И здесь Алексею надо бить. Но... Донутра открыта, да, корпус открыт. Все-таки стащил вниз сейчас Баранбаев своего оппонента. Но тоже Махно достаточно быстро на ноги поднялся. Минута, да, ведут по времени. Так, да, получается у Алексея. Заходит он за спину оппоненту. Но здесь уже на морально-волевых качествах поработают спортсмены. И у того и другого сила на исходе. 40 секунд, подсказывает Алексею Махно. Все правильно делает. Махно сейчас бьет достаточно жестко в бедро. По задней поверхности, по боковой также. И на выходе, да. Ну, будешь показать, что все-таки удар коленом. Да, и вот как раз здесь рекомендации Адилю Баранбаеву. Мы хорошо слышим. Последние 30 секунд пора бить. Но тут уже даже не 30, а 15 секунд остается до завершения поединка. Обмен ударами. Адиль Баранбаев коленом. Правый по корпусу и в голову Алексей Махно. Правый локоть от Баранбаева. Бойцы населедил наш разговор. Какой-то ты внимат, а вы земля в иллюминаторе. Я не знаю, не знаю, не знаю. Единогласным решением судей победу одержал боец из красного угла. Алексей Махно одерживает победу за счет большего...